Здравствуйте! Я Вера Сморякова. И сегодня в этом уроке мы создадим на сервисе Автовеб Офис форму подписки и поставим её на свою открытку. Нажимаем форму подписки. Здесь нажимаем создать. Название формы подписки. Я напишу открытка с днём рождения. Группа подписчиков выбираем из списка. В служебное описание можно поставить просто название открытки. Спускаемся ниже. Ставим галочку обрабатывать данные в новом окне. Если вы хотите чтобы была шапка, то галочку оставляйте и можно изменить цвет этой шапки. Я же уберу. Показывает шапку. Больше здесь я делать ничего не буду. Нажимаем отображение полей. Здесь я только оставлю имя и e-mail. Если вы хотите фамилия или телефон или скайп, то вот здесь нужно поставить галочку и это поле отобразится. Как видите у нас имя и e-mail стоят за пределами поля. Я же хочу чтобы они стояли в поле. Поэтому здесь нужно поставить вот галочки и видите имя отображается в поле. Также e-mail поставлю. Так цвет шрифта оставляю чёрным. Размер не меняю. Шрифт поставлю вердана. Отображение дополнительных полей. Мне это не надо. Блок с информацией. Никакого спама гарантируем. Я тоже убираю. Если вы хотите, то можете оставить и можете изменить размер шрифта, как размещается этот текст. Можно слева, можно справа, можно по центру. Я не буду использовать этот блок. Переходим в блок с произвольным текстом. Здесь тоже вы можете что-то написать. Я не буду этот блок использовать. Кнопка подписки. Так, мы ещё с вами цвет фона не определили. И цвет рамки. Цвет фона я выберу вот такой фиолетовый. Вот так вот выберу. Толщину рамки оставлю 2. В круглении рамки поставлю 5. Стиль рамки я поставлю пунктир. И цвет рамки я поставлю чуть-чуть темнее, чем у нас цвет формы подписки. Ширину рамки я поставлю 400. Так, цвет рамки можно чуть-чуть потемнее поставить. Вот так вот будет лучше. Переходим в раздел кнопка подписки. Цвет. Чтобы изменить цвет нажимаем. Я поставлю где-нибудь красненький. Это верхний цвет, нижний цвет. Я поставлю потемнее. Вот так будет хорошо. Округление я поставлю 5. Шрифт поставлю также вердана. Поставлю 18. Цвет шрифта оставлю белый. Высота кнопки 45. Ширину поставлю 350. И изменю текст. Хочу получить бесплатный курс. Я напишу. Вы будете писать своё. Вот такая замечательная форма подписки у нас с вами получилась. Сейчас, что нам надо делать. Мы нажимаем получить код формы. Ставим где-нибудь курсор. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl A. Наш код весь выделился. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl C. Открываем текстовый документ. И на всякий случай его вставляем. То можно закрыть. Форму мы сохраним. Для этого мы нажимаем сохранить и закрыть. Идём в нашу открытку. Я форму поставлю вот под этой картинкой. Ставлю курсор. Так как я шапочку там не делала, здесь я напишу текст. Хотите научиться делать открытки? Вы пишите своё. Текст мы написали. Чтобы его отформатировать, выделяете. Я поставлю жирненьким. Цвет менять не буду. И шрифт менять не буду. Нажимаю Enter. Идём в таблицу. Макетные таблицы. Ставим макетную ячейку. Ок. Смотрим, чтобы эта ячейка у нас стояла по центру. Эту вкладку закрываем. Ставим курсор внутрь макетной ячейки. Смотрим, чтобы курсор мигал по центру. Переходим во вкладку Код. Вот у нас курсор мигает. Мы его не трогаем. А просто нажимаем сочетание клавиш Ctrl V. Переходим в конструктор. И вот такая формочка у нас с вами получилась. Давайте просмотрим в браузере. Файл просмотреть в браузере. Сохраняем изменения. Вот такая замечательная форма у нас с вами получилась. Обязательно проверьте работоспособность этой формы. Напишите своё имя, свой e-mail. Подпишитесь на эту рассылку. И посмотрите, какие письма вам будут приходить. Затем вы можете зайти в свой кабинет и свой e-mail удалить из подписчиков. Это делать нужно для каждой своей открытки. А на сегодня у меня всё. С вами была Вера Сморякова. Пока-пока.